В первую очередь в Благовещенске едем на авторынок. Он здесь находится на улице Воронково. Уже на подъезде к авторынку здесь куча всяких разных автомагазинов, официальные дилеры здесь же находятся, все рядом. Вот она остановка авторынок, 24-25 маршрут ходит. Вот, кстати, уже началась первая стоянка, я так понимаю, здесь эти тачки продаются. Вот такая Suzuki Solio, 665 тысяч, 16-й год, Toyota Veed, 16-й год, 650 тысяч рублей, 4BB, между прочим. Тут, наверное, какой-то автосервис, вон Запорожец гордо стоит. Гостевая стоянка, продажа машин запрещена. А, вот он, авторынок за забором. Вот он и основной авторынок. Походим здесь по рядам. Так, ну машинки все блестят, но цен почему-то нет. Вот он, тантик белый, высокий. Prado шикарный, праворукий, весь в обвесах. Volvo праворукая, смотрите. 16-й год, без пробега, двухлитровая турбо. Офигеть, Volvo с правым рулем. Теперь я точно все видел. Ну, и вот этот топовый, топовый вообще. Автобус, альфард. Ну, это просто из космоса он как будто. Тут все шик, белая кожа, полный вообще фарш. Кстати, степ-вагон тоже неплохой, вот с раздельными дверями сзади. Смотрится вообще офигенно. Тоже руль кожа, все на велюре. Полная комплектация с круизом. Ну, сейчас вот 3 часа дня, что-то здесь тишина. Цен нету. Вот, смотрите, Nissan Teida, допустим. Полторашка, комплектация G4 балла. Десятый год. Это беспробежная 10-го года. Торг, но цены нету. Даже торг написано, но цены все равно нету. Вот 11-й год, 410 торг. Мало вариантов. Тут и пробежные, я смотрю, стоят, да? Ну, конечно, без пробежных. Да, ну... Не, ну, такую-то понятно ей. Беспробежный посол даже не... Даже, знаешь, это мир есть. Мир, как мир. Мерсубиси. Мираж, который? Да. Что-то я, наверное, поздно пришел. До скольки тут вообще работал? До 4-х. До 4-х, да? 35 минут еще. Вот сфотка ей. Какую? Вот стоит. Белую? Конечно, 15-й год сфотой. Вот я тебе сейчас скажу, что фото. Вот фото. Так. Ага. Фото. 15-й год, 465. Да, полностью машину фото сходал. Пасо, ага. Вот этот вариатор я поменял масло. В движке. Вот этот аккумулятор 6,5 тысячи стоит. Все новое купили? Конечно. Все новое. Но она, это без пробежка, да? Если надо магнитолу 3,500 отдам. За сколько я взял, за сколько я отдам. А, то есть там такая, да? Стандартная, если надо. Зато она целая, за нее не стыдно. А, а это колпачки тоже запасные, да? Это колпаки запасные. Один отвалился. А он ей не нужен, здесь литье. А, тут литье, конечно. И посадка высокая. И она вся целая. За нее хоть не стыдно, понимаешь? Все остальные корчи. Просто. Тут сигналка стоит. Вот сервисная книжка можно даже сфоткать. В ПТСе 15-й год. Ну и что, что на год здесь в России было? Да и вкусно, зато она целая, блядь. Они у меня сидушки опускают вот так по дивану. Если брать нечего, пускай посадить. Да, блин. Раньше харьеры 500 стоили. Сейчас посадка литровая, да, она получается? 5 литров на 100 километров кушает. Сам лично засчитал. Здесь вариант подороже, но там без торга. Какой? Там комплектация лучше. А, тоже посадка, да? Посадка, но там хана комплектация. Там она уже без торга. Это тоже пробежка, да? Тоже пробежка. Здесь с диваном. Она на 10 тысяч дороже, да, всего? Почему на 10? На больше. 465 же, да? Здесь 675. А, ну на 10, да, получается. Ну тут уже без ключевой доступ, я смотрю. Ну там торг есть. Тут без ключевой. Здесь, смотри, климат-контроль. На кнопках. Ага. Здесь и сиденье другое. Конечно. Еще другая машина. Конечно. На вот это вот сидушки, они по-разному могут быть. Здесь эти грызговики. Здесь камера родная стоит. Метла? А там нету, не было? А, там нету, реально. Просто, если ты хочешь заработать, лучше на пол, наверное. Там я могу скинуть. Нормально. Вот тут уже все скинули, да? Здесь я ничего не буду скинули. Там они вообще дорогие, ты что? Это хановские комплектации, они вообще дорогие. Тем более у всех вот эти крутилки, а это с кнопками уже. Смотри, какая ситуация. Если ты хочешь заработать, то там край, прям край, 450. Ты говоришь, что 465, ну я типа торг сделаю. Десятку можно сделать на торг. Здесь я не могу ничего. Там, если хочешь, сам присоевывать на эту машину. А там можно заработать. То есть пятнашку я скидываю, ты говоришь ей 465. Потом говоришь, да он 55 тысяч вроде еще торг делает. Все, 460 мы продаем. Мне 450, десятку себе зарабатываешь. Либо можешь пятнашку заработать, как хочешь. Но мне, наверное, 450 за эту машину. Тут масло, аккумуляторы, все поменим. Беленькое, не обладаются альки крашеные. У нее там аукционник, все это есть, да? Аукционник есть, но надо его в статистике смотреть. Лично его нету. Алиада, да? Да, через Алиада. А там все нормально. Просто вот на этой машинке реально можно заработать. Угу. Понятно. А так вариантов больше на рынке здесь, по-моему, нечего. Все дорогое, либо корчи. Вот реально корчи. А Фрид тоже ваш, да? Это уже другие деньги, да? 820? 820, но край 800 за него. Я недавно здесь такой стоял. 830 продал Гейл. Ну, у него там комплектация вообще жир была. Еще круче этого. Здесь жир. Там еще жирнее. Там просто мугеновский спойлер. Мугеновский обвес. Там мугеновские ветровики. Мугеновские... О, круиз-контроль, да? Нормально. Все. Здесь две электродвери. Вот эту даже тему, я не знаю, до сих пор что такое. Подогрев. С двух сторон кнопочки. Родная магнитола. А та магнитола вообще за 15 тысяч была. Хондовская. С 17-го года я сам лично покупал. Здесь флешка, можно читать. Ну, две электродвери капитанские эти. А, то есть здесь заднее сидение, как переднее, короче, да? Ну, да. Дритель отцена. Она не гибридная. Одна единственная. Все остальные все гибриды. Они живно. Это же лучше гибрид. Нет, гибрид нифига не лучше. Если бы вы взяли вот такую полноценную гибрид, то базар... А там вообще... Этот... Аккумулятор добавленный просто и все. Там 78 лошадей, здесь 118, кстати. А там 78. Он вообще не нужен. Люди половина просто ведутся вот на эту наклейку гибрид. Ну да, сейчас модно это... Да, он не полноценный. Он вообще нихуя не нужен. А он сколько стоит у вас? Вот. Берем 380. Здесь подогрев сегеней. Чтобы в сиренах подогрев сегеней вообще ни у кого нет. Здесь они есть. Вон, все эти кнопки и подогрев сегеней. Кожа родная. Дальше смотри. Ну здесь, да, вообще самолет. Здесь что? Вот с двух сторон столики есть. А в таких сиренах не везде. Потом ручки вот эти есть. Тоже не везде есть. Двойная тонеробка. А, спойлер тоже редкий. Сигнализация японская вот даже есть. Можно с балкона заводить. С антеннкой? Конечно. Заводится вот с дома. Раз, жилю забилась. Ну она гибрид, да, у вас? Ну да. Вот это лампочки загорается. Здесь загорается. Они резина прям нальем. Ну да, я вижу прям зима новая. Сейчас, тем более, на 30 тысяч машины подорожались первые. Это еще старые завозы. Новые будут еще дорожать. Ну да, да они все дорожают и дорожают, блин, уже. Сами все делаются, чтобы с этим, Атик Моторсом сравнить. Или иначе там вообще братья едут. Машины дорожают, вы зато богатеете, да? Ну как, у вас? Дальше были продажи, сейчас мы сами. Понятно. Ладно, спасибо, сейчас пробегусь. Вот смотрите, Прада на московских номерах стоит, Леворукий. Вот на Владимировских номерах Лексус. То есть уже здесь, здесь уже, да. В Хабаровске таким даже и не пахло. Никакими там европейскими номерами там и не пахло. Фит. Опять же, цены, цены очень мало, где указаны. Очень мало. Вот смотрите, Ниссан. Топовый космолет, да, интересный. Но не узнать, сколько стоит он филдер, гибрид. Тоже цены нет. Вот вид с пробежной, 420 тысяч, 2009 года. Ну пробежная, это уже вот подшеркнуто. Задняя дверька, да и передняя, что-то они как-то матовые какие-то. Здесь зазорчик большеватый. Но с этой стороны получше. Так, вот 860. Такой корабль 10-го года. Но он уже по ходу пробежный. Toyota Isis. Ну Toyota это сразу плюс 100, плюс 150 к цене. Комплекташка неплохая. Но фары, видите, уже все желтые. 1,8, 2010 год. Вот вид с 10-й год, 475 тысяч рублей, аукцион 4. Пробег 74 тысячи километров. Вот такой вот вид с на колпачках. Стрелкой. Раньше в Новосибире тоже на рынке стрелками все показывали. Где камера, где что. Автомат, тюль. Вот, кстати, редкий зверь. Toyota Avensis. С правым рулем. С правым рулем и с пробегом. Ну да, здесь такое запустение. Типа, я даже не знаю, на авторынок Калининграда здесь похожа обстановка. Вот Toyota. CHR, красивая. Без цены. Вот Vitara черная, леворукая тоже. Тоже из Европы, скорее всего, привезена. А Lexus, кстати, Lexus со значком Toyota и с правым рулем. Интересный вариант. Но опять же цен нету. Нигде цен нету. Вот видите, значок Toyota, правый руль, салон. Вот этот Lexus, потресканный. Белые салоны у них страдают вообще. Ну, это самолет, краун. И гибрид, и RS, и все подряд. О, кстати, на таких дисках Mitsubishi мы в Уссурийске смотрели. K-Car. На таких же, только маленьких. Ну, вот это крауном, краун, всем крауном, крауном. Цены здесь нигде не пишут, вообще очень мало цен. Аукцион 4 балла, без пробега, 15-й год, но цены нет. Продавца, по сути, вот только одного встретил, который, ну, где он меня с кем-то перепутал. Про какую-то покупательницу все говорил. Якобы я, которая ищу машину. Но я никому не ищу машину. Вот так вот все травой поросло. Вот такой Nissan Note. 16-й год, 11-й месяц, гибрид. Цена 850 тысяч рублей. Вот аукционник распечатанный. Ну, как-то он смасштабируемый распечатанный. 4,5 балла. Написана оценка. Все на седоконе, она, видно, свеженький. Вот такой вот салон. Все красиво. Вот такой вот енотик черный. Вот аутлендер тоже, скорее всего, европейский какой-то. Сибирский тракт. Ну да, откуда-то, может, из Тюмени или еще откуда-то привезен. Грустный, конечно, если честно. На зимней шипованной резине. А вот Prada. 97-й год, дизель 815 тысяч. Полная пошлина, не конструктор, ничего. Не теряют, не теряют они с годами в цене. Atlas. 670 тысяч рублей. 94-й год, дизель полная пошлина. ПТС оригинал, один хозяин. Тоже такая машина хозяйская. И номера, смотрите, как их. Леха, 2,050. 2 ляма, 50 тысяч. Восьмой год. Ну вот, опять же, без цен. А вот, Toyota Aqua. Шестнадцатый год, 745 тысяч. С аукционом. 90 тысяч пробег. 4 балла. Гибридная. 745 тысяч. А это вот 780 тысяч. Шестнадцатый год. ЛПТС, фотоопись. Я здесь, хозяин, я тебе надо. Хорошо. Тоже гибрид. Кейкаров, что-то у вас тут вообще нету, да? Да. Кейкаров. Вон джипы. Вот Лексус, опять же, европеец. Опять же, на каких-то дисках непонятных. А вот и Кейкар. Малышок какой-то. Дефицитный. Шестнадцатый год, обмен. Цены нет. Наш любимый Хастлер. В комплектации А, скорее всего. Шестнадцатый год. Но цены нету. Вот Харек, опять же, старый фонд, праворукий. Прадик, 120-й, праворукий. Лексус, леворукий. О, на питерских номерах, смотрите, Ленобласть. Здесь уже левый руль в ходу. Так сказать, вот Кейкар. Обмен, обмен. Вот, значит, автомобиль 905 тысяч. Десятый год, 1.8. Комплектация С. Это у нас что, Тойота Виш? Реально Виш, угадал. Я уже начал разбираться. В японческих машинах. Вот такие тоже есть, даже старенькие. Автомобили. Старые, но надежные. Все, конец. О, на новосибирских номерах экстрейл. Ё-моё, с Новосиба пригнали в Благовещенск на продажу. Праворукий. Вот, значит, весь авторынок к вашим услугам. Машинки. А, закрываетесь, да? Да. Девять минут есть у меня? Прогуляться. Ага, спасибо. Вот, смотрим, выписка ТЦ автомобильный. Режим работы с 8 до 15. Выдача ТС с 8 до 15. Движение не более 5 КМЧ. За утерю жетона 500 рублей. А сколько здесь стоит постоять? Скажите, а сколько у вас здесь стоит в день на авторынке постоять? Въезд 53,30. Не, а по деньгам? 53,30. 53,30. А, 53 рубля 30 копеек? Еще дальше вообще. В день, да? Въезд стоит 53 рубля 30 копеек, если кто не слышал. Небольшой, но душевный авторынок. Мне, в принципе, понравилось. Ну и вот, получается, вся округа. Это шиномонтаж, автоаксессуары, шаверма. В общем, все, что нужно для автомобилей. Вот, автокредит, автотюнинг, пивной двор. Несмотря на близость к Китаю, никакого китайского автопрома замечено здесь не было. То есть только Япония. Очень много беганого. А до беганого намного больше, чем без пробежек. И даже из беганых машин снимают номера. Ну, не знаю. Не знаю, просто снимают номера. Вот здесь, получается, ряды с автозапчастями, с автоаксессуарами. Вот колеса сразу продают. Вот здесь тоже ряды, получается, с маслами, с запчастями. Вот там павильоны с известными магазинами, в том числе и в Новосибирске. Павильон называется Баранкова-1. Вот там, значит, я так понимаю, ну типа нашего автограда новосибирского. А подскажите, из чего шашлык? Из 300 рублей. А из чего? Из крюшек. Из крюшек? Ну, да. А я просто увидел, там с той стороны 60, что ли, написано. Я офигел от цены. Это старые. Это там, говорили, откуда там их прочитать, я не могу повернуть. Нет, реально там шашлык 60 рублей. Там я тебе не знаю, что я вижу. Видим, посмотрите, а в обороты сразу видно 100 лет назад. Ну, я понял. Это какого года цена? Десятого? Это 90 года, наверное, скорее. Все понял. Это же мини-шашлык. Я все понял вас. Ага, спасибо. А вот на выезде с авторынка можно посмотреть цены на шаурму местной. Овощная 170 рублей, классическая 190. В общем, вы видите, от 170 до 290 рублей. Президентская шаурма с курицей. Ну, и вот тут рядом с авторынком есть еще типа стоянки с автомобилями, тоже продаются. В основном здесь, кстати, в основном без пробежки, я смотрю. Да, тут конкретно без пробежки, но цен, опять же говорю, нигде нету.